Вот все, сестры идут. Открывать надо им. Доброе утро. Мы ваших козочек фотографировали сейчас, заходили. Вот Елизавета Устинова и Ангелина тоже Устинова. Это, ну как она? А, там батюшка. Сейчас я к нему подойду. Так, батюшка, маленькие справочки. Назовитесь, кто вы и откуда? Священник Дмитрий Котов из Барнаула. Фамилия, имя, отчество, как? Мирские это ваши? Котов Дмитрий Александрович. Вот Виктор наш увидел, говорит, я, говорит, экзамены ему сдавал по пению в семинарии. Так и есть. Ну вот вы приехали сюда, не боитесь, что вас отлучат от церкви за то, что вы с нами общаетесь? Нисколько. Кто-нибудь? Ну, Савгородский тот. Он сейчас беснуется буквально на всех. Кто к нам будет заезжать, он что-то с ними будет делать. Западная Украина и так все покорила, он оттуда. И прямо лютует, ни разу не был, не видал ничего, которые батюшки были, всем запретил приезжать. И он теперь клепать будет на место митрополита, я уже знаю их. А вот вы такие, такие, какие мы такие, какие были в прошлом году и нынче. И чем ближе мы друг к другу, тем лучше наши отношения. Я уже не первый раз здесь. Два года назад здесь был. Ну не во вред вам пошло это? Вообще нет. Не во вред. Вот так. Ну, спаси Христу, что приехали. Ждем архиерея. Тут сестры своими делами занимаются, приготовляют. Знаете, дорога вам всегда открыта здесь. Мы живем не для того, чтобы только хорошо жить, а мы задачу поставим на старинных, благочестивых, православных, христианских обычаев. И поэтому, кто бы у нас здесь ни был, мы узнаем, кто он такой, зачем. Даже останавливаем, в уставе написано. А дальше пригласить человека угостить. У нас не было так, что он приехал и кинулся драться. Этого не было. Бывает, что забрел не туда. Вот здесь какие-то туркмены работали где-то, и, видимо, они что-то с ним делали. И он оттуда сбежал. Сбежал и попал на нас. Ну и вроде бы побитый был. У нас сестра в медицине работает. Сразу осмотрели, дали лекарства, накормили, сообщили в милицию. У него документы все есть. Ему куда деваться-то, мы его никуда не можем. Мы приехали в милицию, забрали, не арестовали, а именно, он там все рассказал им. Такие бывают здесь. А в первые годы, когда еще деревни не было, у нас детский лагерь уже 45-й год, а деревня это 25 только. И проверяла милиция. А вот кто-то убежал из лагеря, и почему-то он должен у нас тут быть. Ну, документы проверить, ничего нет. Если сказать так, нам вредили так, что невозможно жить, невозможно это. Лагерь у нас сжигали 18 лет. Подряд. Приходим, одни угонки. Ну, какая-то беда. Мы же живые. Мы начинаем молиться, плакать, строить заново. И мы выстояли. Это годы советской власти были. А теперь, как деревня есть, лагерь никто не трогает. У нас там стационары, электричество, холодильники. Все теперь как свой колодец. Мы еще опять думаем продлить. Сейчас вот один пишет, как доехать из Канады. Ребенка везет из Канады, с Северной Америки. Ну, все данные получил. Он прилетает, потом оставляет его, через месяц опять возвращается. Это вообще. Русский, да? Русский. Королев. И говорит, что он нигде не нашел в интернете подобное, что такое было воспитание. У нас как вот, ребенок приезжает, ну, небольшой, это бывает лет 13. Когда плю увидит, хватает. Он, да, законченный наркоман. Через месяц ничего нету. Как так? Услышал, директор Кэстонского института из Лондона прилетела проверить здесь, Ксения Деннон. Ну, и она побыла, как стариса Савская. Говорит, мне, говорит, половину не сказали того, что я увидела. Она книги приобрела и потом в интернете выставила о в сибирских степях осуществлении мечты. А тут какой-то писатель Кирилл Серебряницкий все это написал. То есть нам люди совершенно неизвестные были. И они, когда соприкасаются, вот психологи приезжают, психиатры, профессора. Как можно в ребенка заложить, когда он никого не признавал, дома убегал. И вдруг, и вот выводят в конце, говорит, главный движитель лагеря, тире, с большой буквы, любовь. Хотя у нас физическое наказание есть. Я везде афиширую это. А какое? Ну, платочка нет, он до дерева добежать, это физическое. А одежду забывают застаном. Сели за стол, так, вся одежда там. Три раза вокруг лагеря бежать и кричать. Я забываю одежду. Все. Как бабка, говорит, отшептала. А где вы учились? Да нигде я не учился, у меня образования вообще духовного нет. Но вот это, чтобы не стонать, это японская канзио, национальный культ. Мы сильные, мы переможем. Легли спать, разговаривают. Отказываются, два нарушения, и общежитие лишается. Это от Англии я взял. Уж это есть, слушай внимательно. До нас везде жили, они... Ну, мы уже ставим, можем пример, вот вы сколько раз приезжаете, и не убоялись. От вас это зависит. Да я бы чаще приезжал, на самом деле, если бы мог. Ну, вот слава богу, вы относитесь к Алтайской епархии. Да. Ну, по сегодняшней день, я не знаю, что завтра будет, и мы посчитаем себя счастливыми, что вот тут такой архиерей появился. Даже Максим перед концом уехал, его там патриарх, говорит, встретил и нагонял. Как так? Вы не можете здесь. Так он среди зимы, я на вертолете могу прилететь. Батюшка, присадиться негде. Антоний был, Масенович. Прекрасные отношения. Вот сейчас один в Славгороде просто бунтует, предупреждает всех, кто поедет, наказывать будут, отлучать. В храм не буду запускать. Вообще, видно ли дело, православные не запускают в храм. Я слышал об этом. Слышали. На улице стоит, у нее снег протает до земли, она ничего не делает, не разговаривала ни с кем. Отрекись от своих духовных вождей. Она через меня пришла, через занятия. В клочках, да? Да. Вот в клочках этот. Теперь его, не знаю, как-то там зовут. Он был. Игорь. Да, Игорь. А теперь что-то там, я не знаю, какое-то ему имя. Он и в корову гонит. Я показал. Это жизнь, настоящая жизнь, когда человек в земле прикрепляется. Как еще Столыпин говорил, что земля несет нравственное начало. Тут дети работают. И ты видишь, как все произрастает. Ты стараешься в себе это возрастить. Тут не надо много говорить. Дружба, любовь. Разве это помешает нам? Вот если где-то будете с Арсиелем говорить, пусть бы он как-то утишил его, этого, Иоанна Владимира Александровича. Теперь он там сел, вроде бы. Как-то вот, пенич или как фамилия там. Ну, оттуда он. В Западной Украине. А им не нравится, что я говорю, что крещение должно быть полное погружение. А они-то там все это... Сейчас на патриарха Кирилла-то нападает за встречу-то. А патриарх ничего нового не принес. Уже все католичное. Бритые священники. Ну, все оттуда этот. Украину нанесла. Того раньше никогда не было, я помню. И как? Ладошкой, кисточкой по кроху. Ну, какое-то крещение. Ты посчитай, как Златоуз говорит. Боженный Фепеларх, Василий Великий. Я привожу в материале о крещении 136 свидетельств. Из жития святых. Только в полное. Неполное. На Афоне перекрещут. Лука воина Ценетки. Он их не считал, моченых, вообще ни за кого. Заново полно. От них крещение. Был обман. Мы про это и говорим. Вернуться надо к первой истоку православия. К первой истоку христианства. Ну, пошли мы. Спаси Христос. Спасибо Господи Вас. Давай-ка сюда выйдем. Посмотрим. Тут должен приехать владыка. Мы не встыдимся говорить, что наш владыка. Его мы наш владыка называем, Сергия. Он был в прошлый раз, я у него причащался здесь. Он сам меня причащал. Попросил слово сказать во время службы. Я видео смотрел на ютубе. Ну, видите, мы из этого не делаем. Пошли. Вы видите, ну, еще у нас какая дорога, трасса-то? Да, увидел. Озер. Вчера мы еще один пруд начали подготавливать. Ну, работает, он еще-то появляется. Это все братья готовы. Встречу. Сейчас привезли яблоко. Ой, что это такое яблоко. Ты еще делаешь? Доброе утро. Так, а что это такое? Ярмарку планируем сделать. Здесь обедать на улице будешь? Ярмарку? Нет. Ярмарку. Ну. А что будет продавать? А вот увидите. А то так неинтересно. Говорят тайно. Я у тебя ходил козочек, фотографировал. Ага. Ну, что, они как раз. А Сергей дрессировал козла, чтобы сидеть, лежать, лапу подавать. Видишь, как он. Говорит, получилось немножко. Помножкой формы. Надеты бородами с поясом. Больше еще не просим. Которые новые люди приезжают. Пояс обязательно. Бороды у него, конечно, нет. И чтобы с собой не было табака. Где-то за пределами деревни. У нас очень щадящее правило. Он курящий. Можно, но здесь, чтобы ты не дымил. У нас везде заезжает, и написано, на территории деревни курить запрещается. Это наше правило, наш дресс-код. Он не противоречит христианскому, тем более православному. Посмотри на картины Репина, Поленова, Турикова. Ну, там, когда Боярный Мороз завезут. Это все русское наше. Почему мы должны брюки заправлять вовнутрь? Это немецкая форма. А на выпуск, даже сейчас, какой-то вот хорошки какие-то, или казацкий хор. Рубахи длинные, вот так вот, пояса, ну, не такое, как у меня, с кистями висит. И все знают, это русский обычай. Я когда поехал в Америку, меня митрополит тогда... Спросили выехать туда. Так, стою в аэропорту, а там то одни, то другие, а можно сфотографироваться. Это настоящий национальный костюм. А рядом стоит епископ, а там русанцев был, Валентин. К нему никто не подходит. Ну, а я в сапогах, с поясом, бородой. Японцы подошли, подошли из Финляндии, можно сфотографироваться. В Америке был где-то, вот, торговый центр. Полицейские подошли, а можно сфотографироваться. А ничего нету, я просто, я не картинка какая-то сделал, так, как делают. Помню, в Киеве были, в Софийский собор, я стою. Японцы, салая группа, подскочили, сфотографируемся. То есть, людям нравится это. Это благочестивые русские обычаи. Все, специально, он расстегнулся, он все, вот он идет. Его видно, это русский человек. Мы же нового ничего не придумали. На уроках. Вот как едут, на каких машинах. Мне все нравится, когда слышу добрые. Вот, рядом едем здесь, в Меделес. Когда советская власть разрешила покупать технику-то, уже она на исходе была, советская власть. Он купил трактор и взял 4,5 гектара. Это много земли. 4,5 долгов Евгении. У него получилось, на следующий год он 45 взял. Сейчас у него 7,5 тысяч гектар. Русский человек не с протянутой рукой не стоял. Он пол Европы кормил. В 13-м году, вот когда все это началось, это к 14-му году, Россия в 30-м годах была бы на первом месте по производству, по уровню жизни. Каждый год 3-5 миллионов живой прибыли было населению. Как-то большая комсомольская параде статья была про на развороте. Если бы большевики не победили, ну не пришли к власти, не пришли к власти в 17-м году, нас бы было, русских, 650 миллионов. Полмиллиарда змей Горыны изглотнул. Кто? За время перестройки 120 миллионов абортов только было. Это страна. И что мы не должны слова сказать в этом? Кладбище устроили из чрева женщины. Батюшка, я ему говорю, ты хорошо в Барнольдской епархии, а то бы это все волос тебя в Славгородске сейчас... Ну, ладно. Батюшка, ладно. Севолок, мы не знаем, может он уже переменился все к нам. Стой рядом, хорошая разговор и полезная. Поближе, чтобы слышно было. А что на этой машине? Так, ты будешь у меня снимать? Нет, снимать, когда Владыка подойдет. Нет, сейчас-то все? Нет, ну сейчас можешь оторвать. Да, будет.